Здравствуйте. Продолжение темы «Графическое богословие». Хочу поговорить о основных ошибках, в том числе священства и общих ошибках. У нас частенько говорят, думают мозгами. От священников я слышал эти выражения. И от других верующих людей. Мозги и так далее. Это ум. Эти мозги любой из нас увидит. Лежащий на кровати в голове, когда будет исход духа в душе из тела. Причем увидит свое тело в таком необычном удивлении, что другие заботы его оставят. Вот это удивление отодвинет в сторону все другие заботы. Настолько это будет удивительно, что мало того человек вдруг поймет, что он каким-то образом видит. Не глазами видит, а каким-то еще способом. Вот эти мозги он увидит. Ситуация такая. Вот здесь вот. Вот это вот первозданная вселенная. Вот здесь вот. Где не было ни планеты Земля, которая вот здесь вот. Солнце там и такая. Вот выгорающая вселенная вот здесь. Сейчас здесь. Человеческое тело, то бессмертное, оно жило во всей вселенной. Там не было никаких законов, типа там Ньютона или еще каких-то там. Вот воскресшее тело Христос показал вот здесь вот в этом мире. Даже вот здесь вот в этом мире. Это намек такой был, да? На то, что оно вообще не подчинялось никаким законам. Так вот это вот тело здесь, оно полностью было согласовано с Духом и Душой. Не было такого, как вот в этом мире, например, у нас, да? Вот здесь вот, когда вот в падшем состоянии уже, да? Вот у, уже здесь у Адама и Евы, здесь вот этим двум имен не нужно было. Они были в Адаме. Это вот все Адам называлось, все человечество. Смысл был друг друга называть, если они как бы были духовные близнецы. У них, это каждая личность была. Но здесь и написано муж и жена. Вот в этом смысле. Вот здесь вот, скажем так, ну на первых каких-то там, на первом там каком-то этапе, да? Когда так ввалились только они. Вот здесь у нас уже, вот у многих там тело болящее. Я видел людей, у меня есть Лилипутка Лена, знакомая. Вот Лилипуты – это катастрофа тела. Видел людей, которые от рождения получили одна ручка очень маленькая, недоразвитая. Ну и так далее. Вы, наверное, много знаете каких-то таких вот необычных катастроф, которые жалость вызывают и так далее. Так вот здесь вот, на каком-то первом этапе, человек, вот как дети маленькие, вот они там и растяжка у них и так далее, они могут какие-то такие вот кульбиты делать всякие. тело человека намек, намек был на то, что тело очень, скажем так, еще было относительно хорошо согласовано с духом и душой. Вот здесь вот, вот есть такое в искусстве пантомима. Вот как раз оно, словесность еще не была развита. Это отдельная тема, вообще происхождение слов и звуков и так далее, как люди. Есть некоторые языки, ну в принципе и у нас даже, вот эти вот всякие. Это вот эмоционально они окрашены, все вот эти вот движения звука. Они много что объясняют. Так вот, пантомима, как раз условно говоря, это намек вот на вот это состояние, когда человек идеально передавал от дух в душе и дальше передается уже смертному телу. какие-то движения. Вот спортсмены отрабатывают вот здесь вот до совершенства, ну гимнасты, например, посмотрите, как гимнасты отрабатывают все эти вот движения. Елена Мухина будет, вам интересно, послушайте историю про Елену Мухину. Запомните это имя. Так вот, отрабатывают они все движения для того, чтобы здесь телу, вот здесь вот, условно говоря, как флешки, например, в теле человека, в частности и мозг, вот о чем я как бы хотел сказать, это всего лишь развить в теле человека способность согласованно руководить своим вот этим телом смертным. У кого-то это хуже, у кого-то лучше. Вот здесь вот первые, скажем так, на первом этапе, когда только ввалились люди, тело было, ну, скажем так, намек на какое-то, ну, несовершенство, но владение телом было очень хорошим, даже смертным, владение смертным телом здесь было очень хорошим. Вот. В том числе и понимали, они, скорее всего, достаточно понятно, им даже слов порой не надо было, вот здесь вот, даже уже в падшем состоянии. Все вот эти, и так далее. и какие-то, скажем так, ну, вот, если люди там немые, да, они что, как-то передают, там, значит, своеобразная пантомима на пальцах и так далее. Это потом уже словесность развивается. Так вот, условно говоря, в теле, как флешки, вот когда там, ну, музыкант играет на гитаре, да, ему нужен какой-то опыт. Или там, ну, мастерство не пропьешь, как спортсмены говорят. И что, что-то остается у тебя можно где-то получить какую-то травму, например, да, и у тебя передача, скажем так, через нервную систему ослабевает. Вот поэтому мозг здесь является всего лишь функционально таким, значит, устройством, которое передает от духа волевые какие-то, значит, посылы, которые преобразуются в электрические сигналы, там, и так далее, в нервные какие-то посылы тоже, да, которые движут, там, пальцем или еще чем-то. Это вот здесь вот. Никакого отношения, вот это вот вранье, когда начинают священники, я слышал где-то там про серое вещество, там, ляпает. Когда со школы научился, вот это антропоморфизм, о чем я говорю, да, рассказывать языком падшего состояния, рассказывать о, скажем, каких-то вещах, которые вот здесь происходили. Вот. Второе, значит, насчет сердца. Сердце, вот они рассказывают, значит, во всех молитвах вы почитаете Иоанна Златоуста, Василия Великого и других святых. Вот это вот, то, что я, ну, показывал, вот это вот, как условно говоря, сердце. Вообще, вообще все сделано из света, из первозданного. Вот, начиная здесь, это первозданный свет. Бог свет сам себе, троический свет. А вот это вот, скажем так, все сделано из света. Вот здесь в дальнейшем из первозданного света, там, вода, воздух, все такое, да, это вот все здесь было. В каком это соотношении было, там, ну, мы не знаем. Вот здесь это все условно говорят в застывшем состоянии в каком-то уже появляется. Вода и так далее. Ну, вода, даже есть агрегатное состояние, там, лед и так далее. Это уже в падшем состоянии. Какая здесь вода была, ну, никто не знает. но все было сделано как бы из первозданного света. То есть, вот это небо и земля, то есть, небо это ангельский мир, вот, я же говорю, из неба сделано, скажем так, дух человеческий и душа. Земля, это тоже, значит, так, первозданное вещество, из которого потом, ну, оно так названо, земля. А у нас тоже вранье, кстати, вот тут планета земля, вот здесь вот был первозданным, землю создал бог, вот здесь вот, планету земля. Ложь натуральная. Это вот все антропоморфим, когда начинают вот этими понятиями, путанными, объяснять, что вот тут, что находилось. Это, вот этот мир был создан богом. Что чинарики, вот здесь, которые валяются сейчас, это все, вот сейчас дети рождаются. Ну, что сейчас, на бога клевещите, что бог создал чинарики, которые болтаются везде, бутылки плавают, все отравлено. Что за ложь-то такая? Вот первозданный мир, вот здесь вот. Все, вот это вот мутированный, вот эта точка. Значит, насчет сердца. Вот в этой точке условных, но это, это же я тоже все, так сказать, антропоморфными понятиями. То есть, вот этим падшим языком пытаюсь это все объяснить. Сердце, это не насос крови, который в смертном теле качает. Сердце, это как раз вот это вот, сердцевина человека, ум, воля и так далее, это все находится в, скажем так, в понятии, это первозданного света, характеристики, вот это вот, ну, духа. Это все характеристики, вот отсюда. Василий Великий и Анна Златоуст говорили вот об этом сердце, об этой сердцевине, а не о чем-то еще-то. Сердце чисто сожижди во мне. Давид говорит, вот о чем речь была. Это у нас переводы такие тупорылые, ну, и желание все сделать, как бы, а лень священникам, лень что-то рассказывает, там, про какое-то сердце, там, зачем, зачем рассказывать про молитву Иоанна Златоуста Василия Великого, зачем? Или там, что-то в Евангелии, а в Псалмах, вот это вот все постоянно про сердце, там, зачем это все рассказывать? Да, побыстрее давайте организуем общину и покажем, там, атрапортуем, что у нас комсомольцы, бывшие комсомольцы, пионеры, октября, я сам такой, и вот эту всю подлятину я знаю, вот эту вот, которая вот присуща этим всем пионерам и комсомолам, у нас большинство священников, комсомольцы, пионеры бывшие, чему они научились вот здесь вот, в своей этой вот коммунистической, так сказать, молодости, все они оттуда передают, это я сам по себе знаю, поэтому вот врунские какие-то вот эти вот понятия все, они остались, на самом деле, поэтому старайтесь, как бы, для этого я в принципе и сделал вот это графическое богословие, потому что вот эта болтовня на уровне слов, значит, умных взглядов, пауз умных, да, не отвечать другим людям, вопрос задаешь, тишина, уходят в сторону, молчат и все прочее, там, это все вот отсюда, на самом деле, все можно рассказать гораздо проще, но, даже то, что я вот это все знаю, рассказываю, мне это вообще шансов никаких не дает, вот на попадание в райское состояние, вообще никаких, этого можно все перечеркнуть и сказать, все, это мне никаким образом не поможет, никаким, поэтому нужно ориентироваться вот на святых отцов, на, даже на тех священников, которые сейчас лопочут вот эту ерунду всякую там, про сердце и вот этот превосходный мир, даже вот смиренно нужно к этому относиться, да, пожалуйста, вот я в храм хожу, перед Богом ты будешь смиреннее выглядеть, это полезнее даже будет, зная все вот это вот, вот двигаться туда и практиковать вот так, как оставлено Христом и святыми, вот, вот примерно в таком надо двигаться, но вот эти вот разгребать обязательно все вещи вот эти вот насчет там, мозга и так далее, так вот, пантомима, кстати, да, пантомима, она как раз условно вот так вот и показывает, намекает, вот на какое-то вот это вот состояние, когда только-только у людей были какие-то, вот эти все движения, которые отрабатываются, они как раз дают хотя бы какую-то согласованность со смертным телом, потому что человек, который занимается пантомимой, это тоже определенное, определенное движение духа, нужно себя заставить и задуматься, почему вот это получается, Марсель Марсова, такие имена, посмотрите, каким образом, но, надо оттолкнуться от Марселя Марсу и дальше пойти, вот эти вот мим слова, панто мимо, то есть, двигаться туда, как бы узнавать, не просто там Марсель Марсу и все, дальше двигаться, все вообще вещи, они так или иначе, дойдут до вот этой вот точки, грехопадения, если, ну, разбираться, вспомнить себя в детстве и так далее, как какие-то рожицы кривляли и так далее, почему у детей вот лица такие просвещенные даже, да, а потом у нас вот эта маска появляется на лице, ну, это я так вкратце, до свидания, спасибо.